Добрый день, меня зовут Дарья Александровна Кусевич, я врач-ревматолог, младший научный сотрудник лаборатории остеоартрита института ревматологии и руководитель направления ревматологии клиники доктора Аникиной. Сегодня мы будем говорить о постковидном суставном синдроме. И со мной эту тему будет сегодня освещать кандидат медицинских наук, руководитель клиники доктора Глазкова. Юрий Константинович Глазков. Добрый день. Вопросов много, у нас появляются такие пациенты на приемах с какими-то артрологиями, которые связывают появление этих артрологий с перенесенной инфекцией, новой коронавирусной инфекцией. Но, к сожалению, публикаций не так много. Может быть, давайте сначала мы обсудим, как выглядит такой пациент на вашем приеме. Для меня это самый тяжелый пациент, наверное, которые есть, потому что я абсолютно не понимаю, почему это возникает. То есть это абсолютно здоровый человек, которого, как правило, ничего не беспокоило до перенесенной ковидной инфекции. И практически на ровном месте после условно двух-трех недель лечения у него начинаются либо постепенно, либо сразу острые боли суставов. Как лечатся эти пациенты? Обычно они идут сначала либо к неврологу, либо к ревматологу. И ни тот, ни другой, как правило, у них ничего не находит. Потому что чаще всего еще на тот период времени у них нет в голове, что это связано с ковидом. У моих пациентов это обычно так. Потом они начинают лечиться непонятно от чего, ничего не помогает. В итоге они делают магниторезонансную томографию, на которой, как мы знаем, очень часто что-то все-таки находится. В моем случае это проблемы с менисками, проблемы с суставным хрящом, может быть даже у кого-то проблемы со связками, с которыми они жили долго, их ничего не беспокоило. То есть в данном случае магниторезонансная томография это случайная находка результата. То есть гипердиагностика. Гипердиагностика. И чаще это женщины, чаще это женщины с небольшим избыточным весом, чаще это женщины 50 плюс-минус. То есть какие-то артрозные изменения у них уже были и эти артрозные изменения даже кто-то их лечил. Но вот такой постоянной затянувшейся боли и что самое главное отсутствие эффекта от привычного для них лечения. У кого-то это внутрисуставные инъекции, которые они регулярно делали, у кого-то это какая-то противовоспалительная терапия, у кого-то это поездка на санаторий и курортное лечение, что им до этого помогало. И сейчас эти боли, они модифицировались. То есть, а, они постоянные, б, они, как правило, выматывающие. И третье то, как обычно пациенты говорят, что мы перепробовали все и ничего не помогает. В моей практике я встречал анамнез по длительности данных болей вплоть до года. Это согласуется частично с тем, что дают нам большие крупные обзоры по вопросу артрологии при новой коронавирусной инфекции. И здесь нужно разделить некоторые моменты. Действительно, с одной стороны, мы знаем, что любая инфекция может приводить к миологиям и артрологиям на высоте воспалительного процесса, на высоте инфекции. Это совершенно нормальные проявления. С другой стороны, сколько должны длиться такие симптомы, такие проявления у пациента. И вот здесь в 2021 году вышел достаточно широкий обзор. К сожалению, он вынужден был собирать данные не по каким-то крупным исследованиям, а по кейс-стаде, по единичным случаям описанным. Но говорится о том, что артрологии сами по себе в среднем проходят у большинства пациентов за первые два месяца после перенесенной коронавирусной инфекции. При этом они не требуют какой-то интенсивной терапии. Достаточно симптоматических препаратов и возвращения к физическим нагрузкам и нормальному образу жизни привычному этому пациенту до перенесенной коронавирусной инфекции. То, что касается вопроса о том, о чем вы говорили, про усиление и модификации болей, которые изначально имели какой-то предрасполагающий диагноз. Например, уже был артроз, но он был более контролируемый и изменился. И стал протекать более тяжело и менее управляемо после перенесенной коронавирусной инфекции. Здесь мы можем говорить о том, что действительно в части исследования это описано, но мы должны учитывать и ту терапию, которая используется в лечении новой коронавирусной инфекции. Сейчас мы знаем, что достаточно широко используют углюкокортикоидные препараты. И, конечно, это влияет в том числе и на плотность костной ткани, и на такие структурные изменения и в клетках сухожилий, и в клетках хряща, в хондроцитах. И описан вот буквально январский обзор о том, что действительно происходит хондролиз при новой коронавирусной инфекции, который приводит к ухудшению состояния костной ткани и может приводить даже к костю некрозу у пациентов. Поэтому здесь мы должны говорить о том, что, конечно, эта инфекция очень сильно отличается от знакомых нам. И вот эти стандартные какие-то механизмы, которые мы знаем, что если артрагия связана, например, с инфекционным компонентом, что она должна быть сразу на высоте инфекции и проходить в течение месяца после и не требовать какой-то терапии специфической. Но, к сожалению, здесь это работает не всегда. Есть такой момент, то, что действительно описано не только ухудшение боли, но вот вопрос, который я надеюсь, что нам еще зададут, и мы вернемся к нему, обязательно пишите свои вопросы в чат, кто смотрит сегодня наш эфир, это появятся ли новые боли, да, те боли, которые раньше не беспокоили и какие-то диагнозы, которые раньше не беспокоили. И вот здесь этих наблюдений, к сожалению, сейчас пока очень мало, хотя они очень активно обсуждаются в нашей практике. И мы, конечно, боимся, что после инфекции может появиться и аутоиммунное заболевание, ревматические заболевания, и поражение суставов в рамках уже другого состояния, ревматического. Поэтому эти пациенты нуждаются в обследовании, если их артрологии затягиваются. Если их артрологии длятся больше восьми недель, то есть мы уже сейчас знаем, что действительно 4-8 недель большинство пациентов уже не испытывают миологии и артрологии. Соответственно, затянувшиеся такие симптомы требуют тщательной диагностики у уже узкоспециализированных врачей, у ревматологов в том числе. Потому что я смотрю то, что, ну, как я так же, как и вы, как обычно бываю ни первым, ни вторым, и часто не третьим человеком, доктором, к которому приходят пациенты. И, к моему сожалению, очень часто идет гипердиагностика, и прежде всего это связано с данными магниторезонансной томографии. То есть у меня на приеме пациенты рассказывают, что им, ну, сказать проще, что им уже не предложили, да, что еще не предложили. То есть начиная от, ну, серьезного симптоматического лечения, это больше врачи вашей специальности назначения цитостатических препаратов, до хирургического лечения, то, что касаемо врачей моей специальности. Но анализ ситуации, он все-таки позволяет, ну, такая дифференциальная диагностика, она позволяет в большей степени сказать, что операции точно не надо. По поводу второго я не знаю, то есть по поводу первого назначения такой терапии. Но бывает, к сожалению, в случае, что пациент приходит уже после хирургии. Ну, конечно же, легче им не становится, и дальше тяжелее, потому что хирургические коррекции тех изменений, которые были выявлены в суставе, как правило, это какие-то дегенеративно измененные мениски. Мы знаем то, что, ну, как правило, их не нужно оперировать, и легче от этого пациентам не становится. Нужно лечить артроз как таковой, и, собственно, дальше мы уже получаем прогрессирование артроза, и на фоне прогрессирующего артроза мы получаем еще и проблемы, которые принес ковид. Ну, вот, соответственно, это проблемы и вопросы в квадрате, и действительно это тяжелые пациенты, которых прям не знаю, что с ними делать. Есть то, что мы встречаем часто, и то, что мы встречаем более редко. Часто мы встречаем артрологии какой-то, если, в общем, это назвать, то это синдром хронической усталости, такие неспецифические жалобы после инфекции, ощущение, что есть какая-то вымотанность, есть утомляемость повышенная, при этом нет каких-то классических симптомов другого состояния, другого заболевания, и весь этот комплекс списывается на такие постинфекционные такой шлейф, да. И очень часто в последнее время звучала эта фраза про лонг-ковид. Относить ли артрологии к лонг-ковиду все-таки вопрос достаточно сложный. И если рассматривать в этом плане, то мы должны находить какие-то подтверждения этому все-таки иммунологические, то, что у данного пациента продолжается воспалительная реакция, продолжается активация иммунной системы. Но, к сожалению, пока таких данных нет. Поэтому здесь мы должны четко разделить, если у пациента именно артрология, если это не воспалительное изменение сустава, если это не синовит, не артрит, да, как мы можем увидеть, когда сустав опухший, когда в нем много жидкости, когда он может быть более горячий на ощупь. В таком случае, если он только болит, мы говорим об артрологии, связанной с перенесенной коронавирусной инфекцией. И здесь мы ожидаем более благоприятное течение. Особенно, если это не постоянные боли, если они в отдельных группах суставов, меньше трех групп суставов, если это не какой-то более генерализованный процесс, который захватывает несколько групп суставов и еще имеет какие-то дополнительные симптомы. То есть помимо боли в суставах должно быть что-то еще. Повышение температуры тела, возможно, какое-то похудение. Чтобы мы могли говорить о том, что этого пациента действительно стоит дообследовать тщательно на какой-то процесс, который, возможно, новый, а, возможно, связан с перенесенной коронавирусной инфекцией. Если мы видим, что сустав действительно опухает, если это несколько групп суставов опухает, мы должны очень тщательно такого пациента обследовать на дебют ревматического заболевания после перенесенной инфекции. И здесь не так важно, на самом деле, это новая коронавирусная инфекция или это гриппоподобная какая-то инфекция, возможно, другая. Здесь важен сам компонент перенесенной, острой вирусной инфекции. Он может быть действительно триггерным у тех групп пациентов, у которых есть генетическая или наследственная предрасположенность к развитию аутоиммунных заболеваний. И здесь она просто реализуется за счет вот такого момента пускового, как острая инфекция. Если пациент попал ко мне и, ну, скажем так, я отправляю его к вам, с чем ему желательно прийти в руках для того, чтобы было понимание? У такого пациента мы будем начинать с самого минимального обследования. Это общий анализ крови, общий анализ мочи, цириоактивный белок. На этом этапе мы уже можем определить, есть ли у пациента системное воспаление, есть ли у него повышение соиции реактивного белка без двига лейкоцитарной формулы, когда мы можем говорить о том, что это не какое-то присоединение бактериального агента, либо это шлейф от инфекции. Мы можем говорить о том, что это самостоятельная воспалительная реакция. Далее мы можем увидеть по лейкоцитарной формуле в том числе, мы помним о том, что после перенесенных активных вирусных инфекций может быть некоторое снижение лейкоцитов. И если мы видим замедленное восстановление пула этих клеток, мы также можем говорить о том, что какие-то процессы, может быть, постинфекционные продолжаются у этого пациента. Далее мы определяем у пациента наши аутоантитела, классические для ревматических заболеваний. Это ревматоидный фактор, это антинуклеарные антитела. На этом этапе достаточно. Дальше мы будем смотреть по ситуации. Действительно, если у пациента не определяется каких-либо изменений в таких первичных анализах, можно сказать, что они скрининговые в этот период, в таком случае стоит вернуться к наблюдению этого пациента. Ну, вот как по последнему алгоритму, опубликованному в марте в обзоре по лонг-ковиду, все-таки рекомендуется каждые 4 недели пересматривать такого пациента в течение первых 3 месяцев от перенесенной новой коронавирусной инфекции. Далее этот период может пролонгироваться до раз в 3 месяца. И такой пациент действительно может стоять на распутье. Если у него будут усугубляться симптомы, если будет генерализация процесса, больше суставов вовлекаться, и появляются другие симптомы, возможно, появятся аутоантитела, в таком случае он реализует какие-то свои риски и может развить действительно критериальное ревматическое заболевание. Как бороться с этим? Кроме симптоматической терапии, кроме... Ну, потому что действительно, когда люди приходят, когда пациенты приходят и... Ну, они действительно перепробовали уже практически все, что им назначали мы и наши коллеги. И меня это на самом деле в некий стопор вгоняет, потому что по потере активности, по потере возможности, даже, не знаю, нормально активно жить, они теряют очень много. То есть это человек, который был активный, был спортивный, был... Имел возможность работать, и последний месяц, условно, он не может встать с кровати. Здесь очень важный момент затронут по поводу того, что ранее активный человек становится таким деморализованным в какой-то степени. И очень важно, чтобы мы работали не только свою работу, но смотрели немножко шире за границы своей компетенции, работали очень близко в данный момент с неврологами, психиатрами, с оценкой психоэмоционального статуса у таких пациентов. Помимо всего прочего, мы прекрасно знаем, что в неврологии есть пул препаратов, который влияет на дофаминсеротониновую систему, и норадреналин, адреналиновую систему. И эти нейромедиаторы могут истощаться и менять свое равновесие во время активных инфекций, особенно у тех пациентов, которые при острой коронавирусной инфекции, в остром периоде, испытывают какие-либо признаки вовлечения центральной нервной системы в исфалительный процесс. Это могут быть психозы, ажитация, это может быть апатия, это потеря аппетита. То есть в глобальном смысле, наверное, я не совру, если скажу, что каждый пятый человек, который перенес острую коронавирусную инфекцию, встречался в той или иной степени с вовлечением нервной системы в этот воспалительный процесс. Безусловно, это влияет на баланс нейромедиаторов, их нужно восстанавливать, и это в большей степени восстанавливает и возможность человека, и стремление его вернуться наиболее быстро в свой привычный образ жизни. Помимо того, что мы можем действительно работать симптоматически и должны давать не какие-то минимальные дозы, а средние терапевтические дозы нестероидных противовоспалительных препаратов, должны избегать назначения у таких пациентов глюкокортикоидных препаратов, что сейчас очень широко применяется. И это действительно помимо того, что с одной стороны нам кажется, что мы помогаем пациенту, потому что глюкокортикоиды имеют быстрый эффект, мы должны вернуться к тому, что, возможно, и это достаточно высокая вероятность того, что и сама высота воспалительного процесса в острый период, и те препараты уже глюкокортикоидные, которые применялись во время острого периода, и привели к этим артралгиям, и если мы дальше продолжаем давать эти препараты, мы дальше начинаем влиять негативно на костную ткань и на состояние мягких тканей. У меня было несколько пациентов, причем как-то подряд они пулом прошли, которые длительное время страдали артрозом, длительное время получали лечение, и на фоне как раз кортикостероидной терапии во время перенесенного ковида боли ушли, и им стало хорошо. То есть, ну, как противовоспалительное действие, оно здорово работает. Когда, ну, допустим, это вопрос, наверное, больше к родственникам пациентов, когда бить тревогу, и когда должна быть какая-то настороженность, может быть, когда человек только заражается ковидом, и мы понимаем, что до этого что-то было, и постараться сделать, может быть, что-то профилактическое, если такое есть, дабы не усиливать жалобы именно на артралгии, то есть не провоцировать эти артралгии. Зачем следить? Какие вот прям точки, скажем так, входа в эти проблемы у родственников пациента, какая должна быть настороженность? Мы постараемся максимально подготовиться к ковиду, да? Сложный вопрос на самом деле. Во-первых, мы очень редко обращаем внимание на то, как жалуется старшее поколение. В принципе, я могу сказать, что это... Ну, я вижу это в моей семье, и знаю, что есть такие исследования, они достаточно крупные, о том, что люди, живущие в одной семье, очень редко обсуждают боли и болезни друг друга. И хронические заболевания иногда могут всю жизнь не знать, чем болеет мама или папа, если им уже не приходится это выяснять специально, например, для врача. Во-первых, нужно говорить об этом. Нужно говорить об этом и обсуждать в семье. Если у мамы или у папы, у бабушки, у дедушки что-то болит, нет возраста нормального для боли. Это ненормально испытывать боль и ненормально испытывать постоянную боль. И если ваш родственник жалуется на боль, в одном и том же месте несколько раз нужно обратить на это внимание. И в зависимости от локализации боли, если это сустав, это может быть травматолог или ревматолог, если сустав еще и опухает. Если это спина, возможно, нужен невролог. Здесь нужно изначально заботливо относиться к своему здоровью. Это лучше, мне кажется, профилактический метод, который может быть. Обращать внимание на такие показатели, как повышение слои и цирре активного белка. У меня сейчас в наблюдении тяжелейший пациент с последствиями новой коронавирусной инфекции. К сожалению, у него действительно настоящий онковид. То есть это активнейшая такая агрессия иммунной системы. У него уже после того, как вирус не находится в плазме крови, он уже не болеет коронавирусной инфекцией, но его иммунная система не может завершить вот эти воспалительные процессы, которые были активированы этой инфекцией. И когда мы обсуждали с его женой, он приходил с женой на прием, была такая фраза, да у него давно уже повышен цирреактивный белок, не нужно на это закрывать глаза. Не должно быть повышенного цирреактивного белка у здорового человека. Значит, есть какое-то воспаление, значит, с ним нужно работать. Нужна санация очагов хронической инфекции, нужно понять, от чего повышается этот показатель и устранить причину, либо повлиять на нее, либо стабилизировать этот процесс. Конечно, уже текущие воспалительные процессы, если на них накладывается инфекция, они будут протекать более длительно и более тяжело. Кроме ковида, есть еще какие-то, скажем так, предрасполагающие, ну, там тот же грипп. Так же он бьет по суставам? Ну, по вашим наблюдениям? Потому что я думаю, что сейчас все-таки такое большое возросшее количество этих пациентов связано именно с частотой встречаемости ковида. Ковид все-таки почаще, мягко говоря, нежели чем обычный грипп. Другие какие-то болячки, то есть здесь диагностика нужна какая-то? После перенесенного гриппа также могут быть артрологии, достаточно длительные. Здесь, на самом деле, как я уже повторюсь, что не так важна сама инфекция, как важна высота инфекции, насколько она активная, агрессивная, насколько она острая. Конечно, те инфекции, которые мы встречаем сезонные, те же аденовирусные инфекции, они, как сейчас, легко подхватываются, широко распространены и не такие агрессивные для иммунной системы. Но такие инфекции, как грипп, такие инфекции, как туберкулез, как вирусные гепатиты, и, как показала практика, это инфекции, вызванные SARS-CoV-1, это предшественник возбудителя новой коронавирусной инфекции, и SARS-CoV-2, это как раз то, с чем мы столкнулись сейчас, они действительно могут вызывать эти проблемы. Решение, наверное, все то же самое. У нас очень интересно, на прошлой неделе была беседа с реабилитологом, сейчас Юрий Сири из Дубникова, и у них, ну, в принципе, так, реабилитолог, травматолог, реабилитолог, я думаю, что это на грани специальности. Как Австрия и Австралия. Да ладно, не соглашусь. Вот. И много общаюсь со своими коллегами, все-таки большинство реабилитологов, бывшие травматологи-ортопеды, а бывшие травматологи-ортопеды все бывает, и все рассказывают о необходимости именно физической терапии после перенесенного ковида. И чем раньше начать эту терапию, чем раньше начать восстановление, может быть, в условиях спортивного зала, может быть, в условиях каких-то реабилитационных центров, в зависимости от того, насколько болезнь тяжело проходила. И это тоже является важным фактором для развития каких-то проблем в после. У меня коллега, с кем мы оперируем в одной клинике, он пластический хирург, и он достаточно тяжело, с поражением 50% легких, перенес буквально недавно, в январе, ковид. Причем, ну, скорее всего, это была дельта, потом на дельту, как он сказал, ему еще и омикрон наслоился, ну, что-то не везет, и как с этим бороться. Вот. И сейчас у него основная проблема, то, что он никак не может три километра нормально пробежать, бежит за 22 минуты, его это очень сильно не устраивает. Вот. Но активность человека по 4-5 операций ежедневна, и, соответственно, ему действительно приходится давать очень большую нагрузку и в спортивном зале, и проходить определенную терапию, в том числе, там, различные внутривенные вливания, и так далее, для того, чтобы максимально быстро восстановиться. Я думаю, что это тоже важный предрасполагающий фактор для коррекции вот этих вот последствий. И, может быть, ну, учитывая то, что мы слабо понимаем, почему это все случается, и я, во всяком случае, точно слабо это понимаю, и, наверное, это все-таки некая профилактика именно возникновения вот этих тяжелых насложнений. Действительно, в 2021-2022 году уже появились такие публикации о том, что ранняя активизация и возвращение к физическим нагрузкам помогает действительно и справиться с последствиями новой коронавирусной инфекции. Но насколько это обладает протективным эффектом, пока неясно покажет время. Да, защитным эффектом от вот этих каких-то длительных симптомов, в том числе и артрологии, пока мы об этом говорить не приходится. Но мы с вами знаем, что действительно физическая нагрузка, она же чем еще хороша? Она еще и хороша тем, что идет активная микроциркуляция. Поэтому, если есть какие-то процессы остаточные, то в любом случае хуже человеку, который возвращается к физическим нагрузкам после уже выздоровления, когда нет симптомов инфекции, когда отрицательный ПЦР-тест. Постепенное возвращение должно быть, конечно, не пойти сразу штангу поднимать, но возвращение в принципе к физическим нагрузкам, к умеренным. Можно начать с лечебной физкультуры. Это путь к оздоровлению, конечно, к восстановлению и к улучшению выносливости у этого пациента, в том числе. Пишите нам, пожалуйста, вопросы в чат. Я думаю, что тема очень интересная. Мы встречаем таких пациентов много-много. И в конце передачи будем на нее отвечать в конце нашего семинара. То, что касается... Мы не сказали о том, что касается тех пациентов, у которых прошло уже 4 месяца, мы посмотрели, ничего не нашли, а суставы болят. Прошло 8... 4 недели, прошло 8 недель, а суставы все равно болят. И, наконец, 12 недель, прошло 3 месяца от перенесенной новой коронавирусной инфекции, а суставы все еще болят. При этом они не воспаляются, при этом нет каких-то аутоантител, мы не находим никаких ревматических заболеваний. И, собственно, все это продолжается независимо от того, даем мы обезболивающие или нет. Возможно, они дают какой-то временный эффект, но полностью не убирают эту боль. Для таких пациентов существует алгоритм о том, что у них должны быть исключены в первую очередь такие состояния, как фибромиалгия. То есть у них может развиться хронический болевой синдром, уже не связанный с конкретной локализацией, не связанный с конкретным суставом. Не обязательно в этом суставе будет проблема, это то, с чего мы начинали. Люди делают МРТ, находят какие-то застарелые проблемы, но не обязательно эта боль связана именно с этими изменениями В таком случае действительно нужно работать с ревматологом, с неврологом. Должна быть оценка боли каждый месяц от перенесенной коронавирусной инфекции. Какая это боль? Она похожа на невропатическую боль? Она стреляет, прорезывает как током, покалывает, сопровождается ли эта боль? Каким-то изменением чувствительности? Может быть, онемение? Может быть, это боль протяженная? Часто пациенты сейчас жалуются не только на боль в суставах, но и на боль в спине после новой коронавирусной инфекции. И здесь мы должны на это тоже обращать внимание. И вот тот алгоритм, который сейчас есть, говорит о том, что вот такие затяжные боли, они должны дифференцироваться с хроническими болевыми синдромами. Не могу задать вопрос травматологу. Когда мы не знаем, чем лечить, мы назначаем хондропротекторы. Что в этом случае? В любой непонятной ситуации назначаем хондропротекторы. Как тут? Здесь я начну все-таки с того, о чем держу в голове. Думаю, как к этому подвести. О том, что нужно обращать внимание на минеральный обмен костной ткани, на показатели кальция, витамина D, парад гормонов, фосфора, щелочной фосфатазы у пациентов после новой коронавирусной инфекции и восполнять эти дефициты. И профилактика может быть тоже такой. То есть если в острый период инфекции пациент заходит с дефицитом, например, кальция, то вероятность того, что он испытает артрологию или миологию во время инфекции или после, намного выше. Это первый момент. Второй момент, то, что касается вашего вопроса по поводу хондропротекторов. Безусловно, хондропротекторы должны назначаться пациентам, если у них есть диагноз остеоартрита. Если мы можем по рентгенологическим показателям наличие остеофитов, сужение суставной щели, мы все знаем, как это устанавливается. Критерия Альтмана не меняются уже много-много лет. Это изменение контура суставных поверхностей. Мы должны обращать на это внимание та же крепитация, более интенсивные достаточно, ежедневные беспокоящие пациента в течение последнего месяца. Здесь мы должны установить диагноз. Если есть по критериям достаточно показателей, назначить в первой линии по рекомендациям, которые существуют по лечению остеоартрита и симптоматические препараты замедленного действия, как хондропротекторы, как они называются в более простом обозначении, и симптоматические препараты быстрого действия, анистероидные противовоспалительные препараты тоже. Я напоминаю, что симптоматические препараты замедленного действия должны назначаться курсами не менее 3-5 месяцев для того, чтобы они могли реализовывать свой эффект. Собственно, может быть, мы перейдем уже к вопросам? У меня, я думаю, что это болезнь Бехтерева. Заболела ковидом, обострились суставные боли. Как остановить обострение? Это вопрос, которого мы сегодня не касались. Это ухудшение течения именно ревматических заболеваний после новой коронавирусной инфекции. Мы это встречаем. Действительно, здесь нужно четко понимать, это обострение именно болезни Бехтерева. Есть ли признаки именно системного воспаления, либо это присоединение артрологии после инфекции к уже текущему какому-то статусу заболеваниям. Я бы рекомендовала все-таки оценивать это при очной консультации врача-ревматолога с проведением тестов с ответами на вопросы специфических опросников БАЗДА и АСДАС. Здесь потребуются и анализы. Для пациентов с болезнью Бехтерева это общий анализ крови, цирреактивный белок, но это не всегда показательно. Я напоминаю, что часто встречается диссоциация клинической картины, особенно у пациентов со спондилоартритами, с показателями лабораторной диагностики. У них могут не повышаться соиции, реактивный белок, они могут не повышаться на всем течении этого заболевания. И, возможно, потребуется дополнительно МРТ. И в этом случае именно МРТ, той области, в которой более интенсивные боли, это может быть поясничный отдел позвоночника, шейный отдел позвоночника, это могут быть крестцово-подвздошные суставы, даст нам понимание того, есть ли какая-то активация и усиление именно течения болезни Бехтерева, либо это просто присоединение артрологии, и постепенно это может пройти, возможно, с коррекцией по дозе нестероидных противовоспалительных препаратов на какое-то время. Нужно ли МРТ колени при болях после ковида полгода назад? Ну, ответ однозначно не нужно, если тем более сейчас не беспокоит. Можно ли вылечить остеопороз и восстановить плотность костей 39 лет? Я напоминаю, что лечение остеопороза включает не только препараты антиостеопоретические, но и обязательно вместе с приемом антиостеопоретических препаратов должны применяться препараты кальция и витамина D, но они не основные в лечении остеопороза, просто они должны быть комбинацией к специфическому антиостеопоретическому лечению. Есть несколько групп препаратов, которые именно созданы для лечения остеопороза и успешно применяются. И на фоне приема этих препаратов действительно мы видим прирост плотности костной ткани, оценивается это с помощью такого исследования, как денситометрия, и мы видим улучшение и в том числе такого показателя, как 10-летний риск переломов у наших пациентов. Поэтому да, действительно, тем более, что есть 39 лет, возможно, есть какие-то предрасполагающие факторы в таком молодом возрасте появления остеопороза. Здесь мы должны учитывать, может быть, был прием глюкокортикоидов длительный, возможно, есть какое-то воспалительное заболевание. Но большинство наших препаратов, они прекрасно комбинируются с антиостеопоретической терапией, поэтому здесь вопрос только в подборе лечения. Может ли постковидный суставной синдром быть спутан с артритом? Но по большому счету это и есть артрит в большинстве случаев. Здесь я обратила бы внимание все-таки на терминологию. Артрит – это когда сустав воспаляется, а артрология – это когда суставы болят. Поэтому в большинстве случаев все-таки после коронавирусной инфекции мы видим артрологию и миологию, боль в суставе и боль в мышцах. Тогда как артрит встречается очень редко, этих кейсов описано не больше 10 на данный момент. И они в большинстве своем говорят о таком быстром процессе, когда боль появилась на высоте инфекции, наросла и привела к артриту. То есть это не какой-то длительный процесс, который болела-болела-болела, раз и опухла. Через месяц, через полтора-два месяца после перенесенной коронавирусной инфекции все-таки это именно связь с моментом острой инфекции. Должна быть четкая, тогда мы можем говорить о том, что этот артрит связан именно с перенесенной коронавирусной инфекцией, а не с каким-либо другим заболеванием. То, что касается обследования, конечно, оно будет шире, чем просто оценка того, есть ли или нет сейчас положительного ПЦР-теста. ПЦР-теста будет включать и анализ синавиальной жидкости, цитоз. И интересный момент, о котором мы не сказали, пока обсуждали. В анализе синавиальной жидкости у таких пациентов мы можем увидеть, например, кристалл мочевой кислоты, который мы знаем, что при таком заболевании, как, например, подагра, мы знаем, что в остром периоде бывает тоже повышение ферритина, что это тоже достаточно близкая к активации иммунной системы воспаления. И это системный процесс. И мы знаем, что при поражении легочной ткани тоже повышается уровень мочевой кислоты в плазме крови. И действительно, такой артрит может быть мелкокристаллическим. Он может быть связан не напрямую с инфекцией, с острым периодом инфекции, а может быть связан с отложением кристаллов моноурата натрия в момент, когда его было много в плазме крови. В том числе он может допонироваться и в суставной полости, и вызывать там обострение. Это мы тоже должны учитывать. Мы этот вопрос, наверное, обсудили, да? По поводу того, что хорошо работает и что как дополнительно тоже можно и нужно применять. Встречается ли изменение внутрисуставной жидкости, есть ли эффект от введения гиалуроновой кислоты. На гиалуроновую кислоту нужно выводить одно из показаний, это как раз изменение суставного хряща, что, как правило, влияет на выработку своей гиалуроновой кислоты. И введенная экзогенная гиалуронная кислота, она, как правило, очень хорошо нормализует внутреннее состояние сустава. Но, опять же, как всегда это говорю, не нужно расширять показания для применения этого метода лечения, потому что именно расширение показаний ведет к недостаточной эффективности и к получению тех того большого количества негативных отзывов на эту терапию, которые в огромном количестве в интернете есть. В инструкции к хондропротекторам указывается, что в сочетании с антикоагулянтами возможно кровотечение. Встречались ли такие случаи в вашей практике? Нет, не встречались. Мы должны четко оценивать, с каким преморбидным фоном есть наш пациент, когда назначаем те или иные препараты. И, безусловно, неважно это симптоматические препараты замедленного действия хондропротектора или другие, мы должны понимать, какому пациенту по его профилю безопасности те или иные препараты будут подходить. Если мы говорим о таком вопросе про антикоагулянты, давайте мы с вами четко определим, что, к сожалению, часто путают два понятия антиагреганты и антикоагулянты. Если вы принимаете, например, аспирин или кардиомагнил, то это все-таки антиагреганты. И здесь никаких проблем с назначением хондропротекторов нет. Но если вы принимаете по какому-либо показанию антикоагулянты, то, возможно, в данный момент времени, когда вы принимаете эти препараты, не самое лучшее время назначения хондропротекторов. Возможно, нужно курировать другую ситуацию, например, те же риски сердечно-сосудистые, которые привели к необходимости приема этих препаратов. Мы знаем, что есть постоянный прием, например, у пациентов с тахисистолической формой фибрилляции предсердий, а есть прием профилактический, который может длиться 3-6 месяцев после каких-то событий, после каких-то операций, тромбозов и так далее. И здесь лучше все-таки дождаться прекращения применения этих препаратов перед назначением каких-то комбинаций, тем более, когда комбинируется несколько препаратов. Помню, что всегда, чем больше препаратов принимает пациент, тем больше вероятность побочных эффектов. После вакцинации спутником ВИИ через 3,5 месяца появились боли в тазобедренном суставе, что связано с синовитом. По анализам норма, все без эффекта. У меня, кстати, наверное, за последний год несколько пациентов, единственное, не было в анамнезе вот такой прям четкой взаимосвязи между перенесенной прививкой или перенесенным ковидом, но действительно, это сложные пациенты, и мы применяем вплоть до пункции сустава, пункции тазобедренного сустава, это делается исключительно под УЗИ-контролем и с введением с использованием того же дипроспана в качестве местного противовоспалительного средства, но даже на мощных стероидных гормонах не очень хорошо такие синовиты выходят. Это действительно проблема. И не знаю, я не думаю, что это прямая взаимосвязь либо с прививкой, либо с перенесенным ковидом. На самом деле, это сложный вопрос, и он, можно сказать, на пике популярности на данный момент, потому что буквально на прошлой неделе появилась такая четкая ремарка о том, что вакцинация может привести к развитию остеоартрита. Это действительно было сообщение Минздрава, и это внесено в побочные возможные эффекты именно вакцины от новой коронавирусной инфекции. Поэтому здесь вопрос за накоплением данных. То, что касается этого конкретного случая и тех людей, у которых есть синовиты, которые не купируются нестероидными противовоспалительными препаратами, обязательно приходите к врачу на очный прием. Здесь должно быть четкое наблюдение, какие дозы нестероидных противовоспалительных препаратов, какая длительность приема. Если вы принимали их по требованию, они принимали каким-то курсом, например, 10-14 дней, большинство этих препаратов свой минимальный эффект развивают на 5-6 сутки приема в средней терапевтической дозе. Не по таблеточке ломать, не там самую маленькую дозу взять, а ту, которую назначил вам врач. И в таком случае, после курса 10-14 дней, можно уже оценивать, действительно ли это не купируемый синовит, действительно ли он не поддается этой симптоматической терапии, требует ли он какого-то действительно вмешательства, может быть, введение глюкокортикоидных препаратов в том числе, или пересмотра уже, установление диагноза остеоартрит, назначение комбинированной терапии. Возможно, действительно, здесь стоит более тщательно обследоваться и наблюдаться, особенно на периоде оценки терапии и подбора терапии у врача. И я настаиваю на том, чтобы это был один и тот же врач. Наши вопросы подошли к концу. У меня есть предложение вместе с прививкой сразу делать назначение по поводу внутрисуставного введения препаратов гиалуроновой кислоты как профилактики возможного развития остеоартроза после прививки от ковида. Юрий Константинович пытается, так сказать, привлечь людей в свою клинику, но мы и так знаем, что у него хорошая запись пациентов практически месяц вперед, поэтому не слушайте его. Просто так не надо из-за вакцинации бежать делать уколо гиалуроновой кислоты. Не надо, это шутка была исключительно. На все это должны быть показания. Я надеюсь, что мы немножечко осветили этот вопрос более тщательно о том, что же делать все-таки с артрологиями, если они появились после перенесенной коронавирусной инфекции и если они усилились. И здесь мы, врачи, как всегда, на страже вашего здоровья. Спасибо вам большое. Время пролетело незаметно. Я надеюсь, что до новых встреч. Меня сегодняшний эфир дал очень много, потому что у вас тоже запись на месяц вперед, и пока я отправляю пациентов к вам на три месяца. Они уже успевают либо выздороветь самостоятельно, либо уйти куда-то еще, поэтому я буду знать, что им делать и как помогать этим пациентам. Спасибо. Хорошего дня.